В Лас-Намяе 2012 год был ознаменован интенсивным ремонтом дорог. В ноябре были закончены работы в микрорайоне Лагна и на улице Палости. Мэр Таллина Эдгар Сависар напомнил, что когда проектировался район Лас-Намяе, собственный автомобиль был далеко не распространенным явлением. На подъезд их приходилось два или три, и они прекрасно умещались перед домами. В наши дни при взрывном росте количества автомобилей проблемы стоянки стали очень острыми, а проезды внутри кварталов стали изнашиваться гораздо быстрее. А теперь позади три месяца напряженного труда по ремонту и восстановлению дорожной сети внутри кварталов, созданию дополнительных мест для стоянки автомобилей. В следующем году мы ходатайствуем в бюджет 2013 года микрорайон Сейли, который тоже нуждается в реконструкции. Это не основательная перестройка дорог, это скорее асфальтирование, новый асфальт, новые парковочные места. Новые пешеходные переходы, что было очень важно именно в этом районе, потому что здесь и много дошкольных учреждений, и в том числе и дом по интересам Линды Акиви. Поэтому, конечно, плановым и ходатайствуем, властными еще очень и очень много есть что сделать. С учетом расположения детских учреждений, проезды были перекрыты лежачими полицейскими. Обозначены пешеходные переходы, созданы островки безопасности, обновлены средства организации движения, разметка и знаки. Общая протяженность отремонтированных участков превысила 5 километров, а стоимость ремонта составила более 1 миллиона евро. Также завершены начавшиеся в августе работы по ремонту улицы Палости. 20 ноября у моста ведущего Куму собрались представители Таллинской мэрии, управы Ласнамя, чиновники коммунального департамента и строители, чтобы ознакомиться с результатами реконструкции улицы Палости на отрезке между улицами Майка и Валки. В ходе ремонтных работ на улице были построены недостающие тротуары, обновлены трассы водоснабжения и канализации, освещение, канализация связи и линии электропередач. Также были построены новые места для парковки машин, островки безопасности и велосипедная дорожка. Для автобусных остановок была расширена проезжая часть улицы. Длина ремонтируемого отрезка – 820 метров. Я думаю, что работы, в принципе, проходили хорошо, дорога готова, сейчас дали хорошую оценку. Люди довольны рядом, живущих в домах. Конечно, немножко она опастывала, надо было, может быть, немножко пораньше ее сделать, но главное, что сделали. Стоимость этой трассы, дороги, была 1 миллион 250 тысяч евро, так что довольно дорогая. Но она удачно вышла. Первый этап мы открывали в прошлом году, это с Петербургского шоссе до трамвайной линии, теперь вторую часть открыли, теперь дорога готова. В свою очередь старейшина Лас-Намя Ольга Иванова поблагодарила жителей улицы Палости и близлежащих домов за проявленное понимание в связи с неудобствами, которые традиционно доставляют проводимые рядом с домом ремонтные дороги. Во время ремонта одной из задач, которая стояла перед подрядчиком, заключалась в том, чтобы у жителей всегда была возможность подъезда к своим домам и, по возможности, парковки рядом с домом. Работы по озеленению, нанесению дорожной разметки продолжатся и будут окончательно завершены к 15 мая следующего года.